Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и вроде бы с одной стороны разработчики порадовали меня новой рулеткой на мою мечту Коро-45Т. Я действительно очень сильно мечтаю об этой тачке. Танк очень крутой на своем 10 уровне и является моей мечтой уже давно, приблизительно с момента его появления. Но в то же время я понимаю, что мечте сбыться не суждено. Дело в том, что данную рулетку можно будет покрутить только за вот эти вот билеты, купоны, называйте как хотите. И их у меня всего лишь 14. На что мне хватит? Мне хватит на то, чтобы просто 2 раза прокрутить рулетку. И понятное дело, что забрать данную машину мне, ну как бы, не суждено однозначно. Что касается полного прокрута этой рулетки, то в купонах получается ну очень дорого. И я для себя понимаю, что прокрутить полностью данную рулетку у меня нет вообще никаких шансов. Так или иначе, сейчас сделаю 2 прокрута. Понимаю, что она вряд ли мне повезет. Перекинемся с вами на пресс-аккаунт и обязательно выкатим данную машину из ангара. Для тех ребят, которые все-таки подумывают над тем, чтобы купонами обзавестись и Коро-45Т поставить все-таки себе в ангар. Ну что, крутим. И понятное дело, что сейчас будет либо серебро, либо какой-нибудь, возможно, какой-нибудь контейнер, но навряд ли будет машина. Ну, вау, ничего себе, черный ящик. Открываем, что нам из черного ящика выпадает. Ну, по крайней мере, не в ноль. Куда-то там выбросил свой купон, получил 400 голды. В целом доволен, но был бы больше доволен, если бы все-таки выпала машина. Ну и делаем еще один прокрут. И на этом, в принципе, моя история прокрута данной рулетки однозначно заканчивается. Больше купонов нет и возможности приобрести себе их у меня тоже нет. Вот такая вот рулетка получилась для меня. Возможно, кому-то повезет больше, может, у кого-то купонов больше. Ну, а мы с вами перекидываемся на пресс-аккаунт, где выкатим Коро из ангара. Итак, друзья мои, продолжаем разговор про Коро-45Т, который является для меня одним из идеальных средних танков на 10 уровне. Я балдею от орудий с системой дозарядки. И здесь есть барабан на целых 4 снаряда с возможностью дозаряжать их после выстрела. И стоит помнить о том, что последний снаряд, который вы отбрасываете, вводит вас в такое себе уныние на целых 21 секунду для того, чтобы вы дозарядили хотя бы один снаряд. Поэтому в основном играете, как на Проджете 65-й или на Проджете 46-й, используя первых 3 снаряда. Если будете использовать первый снаряд и потом его постоянно дозаряжать, то ваш ДПМ просто умопомрачительный. То, что здесь написано 1840 единиц урона ДПМа, это с учетом того, что вы будете полностью выкидывать все снаряды вместе с последним, перезаряжаться заново и опять дальше отстреливать. Именно поэтому такая низкая цифра. Но поверьте мне, если вы будете играть от первого снаряда, то ваш ДПМ будет в районе 3000 очень даже-таки легко. Время сведения и разброс заценим с вами в бою, но для меня он показался абсолютно комфортным и приятным. Время перезарядки между выстрелами в магазине великовато. 3,5 секунды, но и это меня абсолютно полностью устраивает. 252 мм пробития больше, чем достаточно, чтобы играть против тяжей на 10 уровне и средний урон в целых 380 единиц за выстрел. Возьмите в руки калькулятор, умножьте это дело на 3 снаряда, даже если вы не будете использовать 4-й, ну и поймете, о чем я говорю. Больше 1000 с копейками урона только с этих 3 снарядов. И порядка полутора тысяч урона в случае, если вы отбросите все 4 снаряда. Для понимания, коро, ребят, весит не так уж и много. 1900, а это значит, что с магазина вы в потенциале выносите практически любого, хотя бы как-то подраненного вашего соперника. По крайней мере, потенциально машина на это действительно способна. Именно поэтому я безумно мечтаю об этой тачке. Именно поэтому я безумно грущу из-за того, что у меня нет возможности приобрести себе нужное количество купонов, чтобы поставить его в ангар. Если бы этого красавца можно было забрать из рулетки за голду, я бы продавал свои коллекционки и обязательно крутил бы данную рулетку до финиша, для того, чтобы все-таки эту машину заиметь. Мечта есть мечта. Ну а дальше, ребят, думайте обо мне, что хотите. Особенно те ребята, которые не считают, что коро это имба и крайне крутой танчик на нашем 10 уровне. Ну что, обсудили, а теперь берем тачку и погнали тестить. Ну что, друзья, поехали, попытаемся сделать что-то годное на этом красавце. Внешний вид меня очень даже таким радует. Машина классная, выглядит строго агрессивно. Короче говоря, никакого детства, никаких вам динозавриков, всего остального. Такой себе натуральный, я бы сказал, крутой чувак, по-другому его не назовешь. Что касается ходовых качеств, машина передвигается очень приятно, очень комфортно. Это действительно радует. Как стоит относиться к коро? Относиться к нему, в первую очередь, как к машине с цикличным орудием, которая накидывает неплохой урон и при этом перезаряжается всего лишь 4,6. Почему именно так? Потому что, играя от вот этого первого снаряда постоянно, вы имеете возможность гораздо больше урона суммарно нанести. Я не понимаю, почему вся команда соперников приехала сюда. Не собираюсь я здесь стоять и выдерживать натиск этих товарищей. Лучше отсюда отвалю. Понимаю, что оставлю тяж в одиночестве, но вся команда расползлась по карте и нифига никого встретить не может на своем пути, для того, чтобы можно было с ними как-то поперестреливаться. Поэтому я думаю, что самое нормальное, что можно в данном случае сделать, это отвалить по одной простой причине, потому что коро не является хорошо забронированной машиной, супер живучей тачкой тоже его не назовешь, ну и, соответственно, оставаться там, это просто подписать самому себе смертный приговор. Понятное дело, что тяж на меня сейчас очень сильно в обиде за то, что я сделал, но в любом случае просто оставаться и подыхать, это глупое занятие. Я лучше поеду, как-нибудь, не знаю, там, с учетом того, что здесь сейчас этого товарища все равно отправят в ангар, или, может, я это сделаю. Вау, какой я красавчик! Поеду лучше к ним в тыл, ну и, соответственно, с кормы попытаюсь как-то там что-то поделать. Что касается системы дозарядки. Очень бодро дозаряжаются снаряды, у вас всегда есть чем встретить ваших соперников. При этом всем, ребят, стоит помнить, что данная машина, она обладает четвертым снарядом, который дозаряжается целых 21 секунду. Поэтому использовать вот этот вот последний снаряд стоит лишь тогда, когда вы уверены, что вы сможете забрать соперника, и вам за это ничего не будет. То есть вас никто не будет встречать, но и, соответственно, вам никто не будет накидывать. Орудие очень точное, обладает очень крутым временем сведения, и даже без полного сведения довольно часто попадаешь туда, куда планируешь попасть. И это действительно очень приятно, играя на дальних расстояниях. Сейчас психанул, чисто наугад бросил, но я больше чем уверен, что гриля мы сейчас этого доберем. Опять-таки, добирание стволов, это тоже неплохой вклад в победу. Встречает нас сейчас гриль, пойду с ним абсолютно спокойно в размен, просто потому что понимаю, что доберу его с одного выстрела. Ну а с оставшихся двух выстрелов, которые меня отделяют от третьего снаряда, мог потенциально сейчас добрать вот того вот товарища Т-92Е1. Единственное, что он скрылся, ну и, соответственно, таким образом остался жив. Красавчик, молодец, вовремя сориентировался. Что касается, в целом, впечатления от данной тачки. Это просто крутой танк, который действительно приносит массу удовольствия, играя на нем. Именно поэтому я о нем мечтаю уже давно, и мне прям безудержно грустно от того, что из данной рулетки я себе эту машину забрать, к сожалению, не смогу. К-91 едет ко мне. Теоретически я могу его забрать. Практически я думаю, что у меня это не выйдет. Скорее всего, он меня вынесет, но никуда отваливать я не собираюсь. Я так понимаю, что сейчас ребята подтянутся еще снизу. Ну и, соответственно, в любом случае здесь будет победа. Я хоть какой-то урон ему накину, ну а дальше просто попытаюсь, попытаюсь выжить, но, к сожалению, не получилось. Как я говорил, машина не живучая. Как видите, даже в маску орудия пробивают. И это действительно очень туго для тех, кто не умеет играть на картонных тачках. А вообще, ребят, впечатлений от данной машины просто масса. И передать словами все те позитивные ощущения, которые ты имеешь в бою, мне очень сильно сложно. Да, у меня, может быть, кто-то скажет какой-нибудь скудный словарный запас, но даже в таком словарном запасе у меня нет всех тех слов, которыми можно передать все те эмоции, которые во мне сейчас брулят. 2730 единиц урона. Два сделанных фрага. Да, пускай какие-то недобитки, но куда-то я этот урон все-таки впихнул. Что касается фарма серебра, это не фармер, но все-таки в минусе вы находиться не будете. Сейчас на секунду вернемся назад. Здесь у меня есть прем-аккаунт с прем-аккаунтом 50 тысяч. Без прем-аккаунта 28 без использования голды. Будете голду использовать, соответственно, будет меньше. Но голду использовать на нем приходится не так уж и часто. Что касается нашей результативности в команде. Как вы видите, первое место, это с учетом того, что половину боя я прокатался. И для того, чтобы победить и сделать свой вклад, мне пришлось бросить моего союзника. Уж пусть он меня простит. Я это сделал не для того, чтобы его просто оставить в беде, а для того, чтобы быть более грамотным в этом бою и для того, чтобы эту грамотность проявить именно путем, я бы сказал, спланированного отступления на более выгодные позиции. Короче говоря, Каро, больше чем уверен, придется по душе огромному количеству танкистов, особенно тем ребятам, которые любят танки с системой дозарядки. Если вы претесь от игры на проджете 65-й, либо на проджете 46-й, то этот товарищ однозначно для вас. Потираю сопли за отсутствием возможности забрать себе данную машину в ангар и иду снимать для вас следующее видео. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.